Вы только посмотрите, какая чудесная дамочка по имени Кокапуз пожаловала к нашему пластическому хирургу. Я думаю, что мы с вами постараемся сегодня ей помочь, и я очень надеюсь, что она уйдет из нашей клиники довольная. Здарова, друзья мои, добро пожаловать в Sims 4, Ugly to Beauty. И вот такого вот классного персонажа мне прислали через галерею, большое спасибо Инне. И сейчас мы с вами его разденем, точнее нашу дамочку этого персонажа, и посмотрим, как она у нас выглядит. Ну, здесь у нас особо работать много и не нужно, мы здесь со всем справимся. Давайте посмотрим на ее фейс, потому что косметика, ну знаете, ну вот эти оранжевые тени с желтой... Это не подводка, это, наверное, желто-оранжевый переход теней, вот эти вот губы, ну просто, ну, идеально подобранные цвета под цвет ее волос. Хотя нет, кого мы с вами обманываем. Убираем косметику, вот, слушайте, без косметики ей стало еще лучше. Убираем волосы, убираем украшения, и теперь надо посмотреть, что мы с ней можем сделать. Ооо, самое интересное, друзья мои, начинается. Если вам тоже нравится этот челлендж, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я сейчас постараюсь с ней что-то сделать. Как обычно, я думаю, что мы не будем очень сильно ее менять. Ну, я надеюсь, что мы не будем ее сильно менять. Хотя, мне кажется, каждый раз, когда я говорю, что я не буду ее сильно менять, в итоге мы с вами сильно меняем персонажей. Просто мне вообще она очень нравится. Вот уже нам надо чуть-чуточку, вот, мне кажется, бровки. Хотя, я думаю, может быть, мы возьмем бровки чуточку потоньше. Слушай, а какие тебе брови подойдут, Кока? Дорогая моя, скажи, вот если бы персонаж, знаете, было бы классно, если персонаж мог бы нам сам как-то подсказать, знаете. Вот, я хочу выглядеть так, или я хочу выглядеть так. Так, вот так, мне кажется. Нет, хочу потоньше. Все-таки хочу брови... Ой, ты какая-то очень хмурая получилась. То есть, мы тебя сделаем чуточку менее хмурой. Во, во, ну, чуть ниже опуститесь, бровки, пожалуйста. Ладно, пусть будут такие, потом будем двигать. Глаза. Мне кажется, что зеленый цвет глаз ей подходит идеально, поэтому цвет глаз, линза мы ей... Ну, разве что поменяем сами линзы, но ей и так. Хорошо? Я думаю, что надо чуть-чуточку опустить носик. И сделать его чуть-чуточку больше. Губки тоже чуть повыше. И чуть-чуть мы, наверное, вот так. Вот, смотрите, уже красавица, уже такая пю. Она делает губками пю. Она уже готова делать пю. Вот, смотрите, вот мы идем сюда. Губы идут сюда. Чуть-чуть выше подбородок. Видите? Уже, уже прорисовывается шикарный профиль. Ну, я надеюсь, что он уже прорисовывается. Так, давай мы немножко тебе вот так вот лицо подправим. Чуть-чуть уберем вот сюда. И вот чуть-чуть сюда. Что бы нам с тобой сделать с носом? Я вот смотрю на ее нос. Вы знаете, моя самая большая проблема, я вам часто рассказывала, это нос. Это почему-то просто гигантская проблема. Глаза, знаете, соу-соу. Губы тоже. А вот нос. Вообще мне нравится ее нос. Я его поэтому не хочу особо менять. Ага. Ага. Мы так просто его не можем поменять. Вот чуть-чуть давай тебе сюда носик. И здесь чуть-чуть раздвинем. Слушайте, как симпатичная такая. Мне она так нравится. Такой вот миленький перс. Вы, ребята, вообще присылайте таких офигенных персонажей через галерею. Кстати, если вы тоже хотите потренироваться в Аглито Бьюти, вы можете вбить хэштег Дарья Рейн. И там столько классных персов. Можете выбрать любого себе и тоже попробовать его изменить. Ну и, кстати, если вы хотите, чтобы ваш персонаж попал в рубрику Аглито Бьюти, то присылайте тоже через галерею с хэштегом Дарья Рейн. Так, ну что, дорогая моя, вот так мы тебе сейчас сделаем. Я хочу поменять линзы. Потому что классические, они, конечно, классные. Но я предпочитаю все-таки выбирать что-то из доповских. Вот, например, вот такие. И мне, кстати, нравится, что у нее такие вот большие глаза. Чуть-чуть мы их уменьшим. Самую малость. Нет, ниже мы, наверное, опускать. Брови, точно. Слушайте, у нее какие-то брови вверх уехавшие. Вот, смотрите. Уже достаточно миловидная. Значит, мне кажется, чуть-чуть щечки сюда. Слушайте, ну что-то нам не хватает. Нос. Нос, мне кажется, чуть-чуть ниже. И, наверное, мы должны его немножко выдвинуть. Не, не надо выдвигать тебе нос. А что с твоими ноздрями можно сделать? А с ноздрями, кстати, мы уже ничего не можем сделать. Почему-то они у нее вот так вот выехали и все. Чуть сюда. И мне кажется, мы можем... Что бы тебе предложить? Можем чуть-чуть сюда и тогда перевернуть нос. То есть, чуть-чуть, вы знаете, выгнуть в эту сторону. Хотя, не хотелось бы. Мне нравится, что у нее такой, знаете, острый кончик носа. Поэтому, мне кажется, мы так его сейчас и оставим. Чуть-чуть давай. Ладно, хорошо. Пусть у тебя будут такие ноздри, губы. Вот надо что-то сортом сделать. Я вот думаю, увеличивать его. Наверное, самую малость вот так увеличим. И, в принципе, можно уже ничего не трогать. Сейчас нужно разобраться с ее челюстью. Потому что меня смущает челюсть. Ну, точнее, она меня не то, чтобы смущает. Мне кажется, что мы с вами что-то с ней не сделали. Подбородок чуть-чуть надо, наверное, шире сделать. А ну-ка, иди сюда, подбородок. Вот. Вот сделаем вот так. Мы сейчас уедем вместе с подбородком. И давай-ка с челюстью посмотрим. В принципе, нормально. Вот сюда щечки. Мы можем ей оставить скулу чуть-чуть повыше. Вот сюда. Губы. Губы чуть-чуть менее пухлыми я предлагаю сделать. Вот. Вот уже мне нравится. Предлагаю ей добавить вот такую вот улыбку. В принципе, мне нравится. Мне уже нравится, как она выглядит. Очень симпатичная барышня. Чуть-чуть мы можем тебе сделать более острый подбородок. Мне нравятся у нее, знаете, такие вот действительно здоровые глаза. Я чуть-чуть предлагаю их увеличить. Самую малость. Мне в последнее время очень нравятся персонажи с большими глазами. Они какие-то, знаете, вот очень милые, симпатичные. Я поняла, что мне не нравится рот. Надо чуть-чуть его вот сюда разместить. И в принципе, слушайте, симпатяшка. Предлагаю выбрать какой-нибудь скинтон, который не будет ее прям кардинально как-то менять. Что у нас с вами есть? Ну вот у нас, видите, скинтоны, которые кардинально, на мой взгляд, меняют персонажей. Хотя вот этот тоже неплохой. Ну вот, видите, мы взяли и практически весь нос заблюрили. Можно взять что-нибудь такое. Нет, это нам не подойдет. Это тоже слишком высветляющий. И такой... Нет, этот мне тоже не нравится. Можно взять вот этот. Видите, он самую малость ее, ну как, меняет, конечно. Но он делает более размытыми тени. В принципе, я его достаточно часто использую. Мне он вообще нравится. Хочу чуть-чуть сюда подбородок. Вот, слушайте, ну уже симпатичная. Сделаю, наверное, нос чуть меньше. Примерно, ну, конечно, не такого же размера, какой у нее был. Но вот как-то так. И я чуть-чуть шире сделаю губы. Ладно, чуть-чуть нос увеличим. Значит, что я хочу еще добавить? Конечно же, мы добавляем реснички. Реснички обязательно. Я не думаю, что мы будем брать какие-то прям супер длинные. Давайте я обычно беру какие-нибудь либо такие, либо вот такие. Давайте вот такие реснички. И затем мы с вами возьмем что? Мы с вами, наверное, возьмем что-нибудь для ее носа. Вот можно вот так вот носик такой вот ей сделать. Знаете, мне уже нравится. Она очень симпатичная получилась. Вот прям очень мне нравится. Поэтому автору огромнейший респект. Чуть-чуть хочу с носом. Все-таки вот что-то, знаете, мне нос покоя прям не дает. Вот что-то вот... Слушай, а куда тебе... Во... О, слушайте, наконец-то начала работать. Да ладно, переносица начала работать. Спасибо. Большое тебе спасибо. Она решила под конец, что, знаете, после того, как мы уже с вами все поменяли... Знаете, наверное, я все-таки начну работать. Предлагаю поменять ей цвет волос. Хотя зеленый... Давайте зеленый оставим. Ну, что мы с вами будем менять цвет волос? Ну, вот не захотела она перекрашиваться. Вот ей нравится такой, какая она есть. Значит, макияж. Мы, наверное, возьмем что-нибудь... Слушай, а у тебя есть что-то зеленое? Нет, мне этот вариант не очень нравится. Что у нас есть из зеленого? Ну, это прям яркий такой зеленый. Давайте вот такой вот коричневый смоки возьмем. Подводка. Кстати, мне и такая нравится. Давайте беленькую. И губы. Губы, губы. Можно взять что-нибудь нейтральное. Можно взять что-то светлое. Но я предпочту, наверное, совсем нейтральный вариант. И, наверное, мы возьмем что-нибудь... Какой-нибудь... Какой-нибудь... Ну, наверное, вот такой, кстати. Мне вот эти светлые не очень нравятся на персонажах многих. Поэтому предлагаю выбрать вот такой. Что у тебя с волосами будет, дорогая? У нее была короткая стрижка. И мы с вами можем попробовать как раз вот эту короткую стрижку и оставить. Либо же возьмем какой-нибудь симпатичный... Слушайте, а ей с пучком хорошо. Правда, зеленого цвета нам нужно взять пучок. Блин, слушайте, какая она симпатяшка получается. Мне прямо очень нравится. Ну, вот прям очень-очень. Можно, конечно, что-то такое. Можно взять вот такую прическу. Но я хочу пока что выбрать какую-то, может, короткую стрижку. Затем мы вернемся опять к прическам. Или, может быть, что-то такое. Вообще, мне нравится вот такая вот с косичкой. Мне кажется, что ей очень идет. Она, знаете, сразу какую-то такую вот... Исполнительницу напоминает. Какую-то такую, знаете, барышню, которая, может, где-то выступает в каком-нибудь клубе. Может быть, она там диджей или еще кто-то. Можно, конечно, совсем короткую вот такую ей стрижку. Блин, по-моему, ей идет любая стрижка. Знаете, вот это самое смешное, когда получается персонаж, которому идет вот все. И вот такая ей стрижка идет. И даже, мне кажется, вот такая. Ну, и вот такие вот кучеряшки. Но я думаю, что мы с вами возьмем что-нибудь... Что-нибудь... И вот такая, между прочим. Хотя мне она меньше всего нравится. Давайте остановим свой выбор. Вот сложно. Сложно сейчас что-то одно ей взять. Можно взять... Слушайте, ей такая прикольная. Что-нибудь из вот этих классических я брать не очень хочу. Хотя, знаете, можно было бы взять и вот такую. Ей тоже неплохо. И вот такие... Слушайте, вот эта мне стрижка прям очень нравится. Когда она вышла в эко-ливинге. Это было просто вот какой-то вот... Ну, вот мне очень нравится такая, знаете, короткая... Достаточно короткая стрижка. Она такая вот небрежная. Поэтому предлагаю оставить вот такой вот вариант. Она мне, знаете, кого напоминает? Она мне феечку какую-то напоминает. Знаете, такой вот пикси. Поэтому мы можем, кстати, отталкиваться от этого варианта. Блин, у нас, как обычно, сережки размещаются так, как им хочется. Я предлагаю ей вот здесь сережку добавить. И мы можем добавить ей сережки в ушах. А что у нас есть в ушах? Золотистая. Хочется что-то более-менее нейтральное. Звездочки? Нет. Надо что-то поменьше. Может быть, у нас колечки есть. Давайте пока без сережки... Давайте вообще с ее фигурой разберемся. А то у нас как-то... Мы уже побежали одно-второе. Значит, чуть-чуть тебе бюст уменьшим. Чуть-чуть увлечим попу. Слушай, а как мы с тобой... Это что? Все, что я могу сделать? Ох, печалька. Ребята. Это все, что я могу ей поменять. Так, бедра я могу чуть уже. Мы, наверное, сделаем чуть шире плечи. Нет, уже, уже, уже. Бедра. Это все, ребят. Я не могу больше с ее фигурой ничего сделать. Вообще, мне ребята предлагали немножечко менять вот этот ползунок. Мол, как бы, есть же процедура непосакции. Поэтому я думаю, что мы самую малость вот сюда отъедем. Вот где-то, знаете, на одну пятую, одну четвертую будем отъезжать. И, в принципе, уже неплохо. Предлагаю вот так вот тебе грудь сделать. В этой области, значит, здесь у нас, ну, примерно почти песочные часы. Можем чуть-чуть шире здесь, чуть-чуть шире здесь и чуть шире здесь. Давай мы еще немножко тебе попу увеличим. И, в принципе, слушайте, она мне действительно напоминает какую-то феечку. Я не знаю, почему, какой-то, может, на такую, знаете, современную феечку, такую вот современную пикси. Может быть, тогда мы, знаешь, что сделаем? Чуть-чуть шире шею. Вот. Вот так мне уже очень нравится. Слушайте, какая симпатяшка. Я прям очень довольна, какой она получилась. Чуть-чуть, наверное, мы тебе подбородок уберем. Какая она классная. Слушайте, надо ее в какой-то проект добавить. Движемся дальше. По одежде. Раз я вам сказала по поводу современной феечки, я предлагаю взять, может быть, для нее какую-то юбку. Вот у нас есть юбка с цветочками. Есть что-то такое. Можно взять такую, но я бы взяла и какой-нибудь такой вот вариант. Но эту я не знаю, он мне не очень нравится. В итоге Даша решила остановиться вообще на вот этих брюках, которые у нас вышли вместе с последним каталогом. Но я бы хотела поменять, может быть, ей кофточку. Можно ей взять вот такую, либо такую какую-нибудь коротенькую. Либо же мы можем взять, кстати, какой-то свитер. Слушайте, а в свитере ей вообще шикарно. Такую курточку я не очень хочу брать. А вот, между прочим, какой-нибудь из свитерочков ей просто идеально подходит. Можно взять что-то такое. Либо вот такой. Слушайте, а ей неплохо. И в таком варианте можно взять вот такую. Либо мы можем взять вот такой свитерок. Знаете, мне больше всего понравился свитер. Ну, во-первых, вот такой вот вариант. И вот этот. Вот почему-то мне кажется, что ей он прям, ну, очень идет. Мы можем взять желтого цвета. Хотя это такой желтый, знаете. Ну, такой себе желтый. Можем взять, конечно же, либо такой свитерок. Кстати, давайте посмотрим красного цвета. Синенький. Вот такой вот бежевый. Мне вот этот почему-то на ней нравится. Ну, вот прям очень нравится вот этот свитер. Можно вот такой с шейкой, можно такой. Можем взять розового такого вот персикового цвета. Кстати, а может вот такой цвет морской волны. Ну, это такой темноватый достаточно. Либо желтый. Давайте желтый горчичный. Мне нравится. Тогда мы с вами возьмем какую обувь. Тебе какие-нибудь кроссовки взять, ботиночки. Может быть... Нет, этим мы брать не будем. Можно либо взять какие-нибудь ботинки, действительно. Кстати, размер ноги, я думаю, тебе немножечко уменьшим. А то мы как-то сразу же, знаете, радикально увеличили размер ноги. Говорим, так, вот это нормально. Ну, на шпильках мы выбирать обувь, конечно, сейчас не будем. Мне кажется, что она не особо подойдет. А вот что-нибудь, либо какие-то кеды, либо какие-то кроссовки, либо какие-то ботинки, это будет прям супер. Вот такие у нас есть ботиночки, но они мне тоже не очень нравятся. Предлагаю спуститься в самый низ и посмотреть. Из ботинок у нас есть вот такие вот ботинки. Вот такой вариант. Но вот ботинки, кстати... Ну, вот я, наверное, ошиблась. Не, ей не очень идут. Можно взять либо... Тоже надо ноги размер уменьшить. Вот. Можем либо кроссовки и выбрать. Кстати, у нас нет каких-то таких вот желтых кроссовок. Вот если бы были желтые, примерно похожего цвета горчичного, то это вообще было бы просто бомба. Есть вот такие вот ботиночки. И вот тут, заметьте, как раз в одних ботинках надо увеличивать размер ноги, а в других ботинках нужно уменьшать. Можем взять, конечно, какие-то доповские. У нас есть вот такие вот ботиночки. А давайте проверим, что у нас есть из желтого. Может, действительно, есть какой-то такой вот желтый горчичный. Ага, слушайте, может, такие кеды. У нас есть сапоги, у нас есть вот такие вот какие-то ботиночки. Я бы ей вот такие вот горчичные кеды взяла. Мне просто очень нравится сочетание горчичного вот этого свитера и горчичных кедиков. Можно, конечно, такие кроссовки, но мне кажется, что ей было хорошо в кедах. Поэтому предлагаю взять именно вот такой вот вариант. Кстати, давайте посмотрим, какой изначально была наша Кока Пуз. Мне так нравится этот персонаж. Она такая симпатяга. Она пришла к нам в клинику и хотела немного себя изменить. И в итоге у нас получилась вот такая вот Кока Пуз. И она, мне кажется, ну просто красавица. Кстати, я думаю, что мы можем ей, например, в ушах все-таки какие-нибудь сережки выбрать. Например, кстати, тут, по-моему, желтый. Вот, тут есть желтые сережки. Слушайте, ну симпатяшка получилась. Согласитесь, мне лично она очень нравится. Ну что, друзья мои, сегодня мы превратили Коку Пуз вот в такую вот Коку Пуз. Мне понравилось, какой она вышла. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих двух девушек. Какая из этих двух дамочек вам понравилась больше всего. Ну а я надеюсь, что вы не забыли поддержать ролик лайком. Подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. До скорых встреч, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok